Привет, друзья! Сегодня мы с вами побываем в парке 300-летия, или с 2015 года парк имени 300-летия Санкт-Петербурга. Парк, хоть и самый юный парк города, но, несмотря на это, здесь можно найти большое количество развлечений, начиная от неспешных прогулок по набережной, наслаждения заливом, до участия в каких-то крупных городских праздниках. Парк 300-летия – это самый молодой парк города. Он был заложен в 1995 году для окончательной постройки к ознаменованию юбилейной даты – 300 лет со дня основания города. В 2003 году территория парка была благоустроена, проведены берегоукрепления и засыпка грунта. Кроме того, осуществлены работы по созданию канализации, разбиты газоны и установлено ограждение. Главным местом всего парка является центральная аллея, бассейны с фонтанами, но фонтаны в ноябре, к сожалению, уже не работают, и вот эта большая колонна – маяк. Вот этот маяк, он сделан из гранита, высота его 22 метра, и мы видим, что он трехъярусный. Это вот считается, что каждый ярус символизирует как раз век города. Три яруса – 300 лет Петербургу. Парк 300-летия Санкт-Петербурга находится на самом берегу Финского залива. Можно сказать, что здесь есть все для полноценного отдыха у моря, морской воздух, солнце, песочный пляж и даже площадка для волейбола. Единственное, купаться здесь, конечно же, запрещено. В парке высажено большое количество деревьев и кустарников, среди которых 300 деревьев ценных пород – это подарок общественных организаций и образовательных учреждений, 300 декоративных яблонь от Хельсинки, 300 деревьев и кустарников от городов-побратимов Санкт-Петербурга, главсубъектов Российской Федерации, почетных гостей, строителей парка, 70 либ от немецкого сберегательного банка. В 2003 году, в связи с празднованием 300-летнего юбилея города, на восточной оконечности парка был установлен гигантский валун. Вот он как раз сейчас за мной. Гранитный огромный камень был привезен из Финляндии, был установлен здесь. Он представляет из себя такой монумент из двух частей. В одной части можно увидеть такую отполированную до блеска сферу, а в другой части выемку, которая полностью соответствует размерам этой сферы. Камень и вообще этот монумент называется Камень Дружбы и символизирует дружеские хорошие отношения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Еще одна достопримечательность парка – это вот этот памятник. Памятник Франциско Миранди. Установлен он был здесь в 2012 году. Франциско Миранда – это известный венесуэльский борец за права, такой революционер, общенациональный герой Венесуэлы. И считается, что вот этот памятник здесь – это так называемый счастливый монумент. Говорят, что если потереть его левый ботинок, то у новобрачных будет все очень хорошо в браке, будет только счастье и спокойствие. Никто вообще не знает, откуда пошла такая традиция. Очень интересно. И при чем здесь Франциско Миранда? Но вообще говорят, что в Петербурге таких памятников с таким приносящим, в общем, счастье тысяча. Но вот этот именно Франциско Миранда, он не такой известный, и поэтому он точно сработает. А в конце мая 2017 года напротив Камня Дружбы, здесь же в восточной части парка, были установлены вот эти пять статуй Доль Харбан. Статуи из вулканической лавы были подарены Петербургу, Республикой Корея. Они были привезены с острова Че-Джу-До и являются символом счастья и благополучия. В 2018 году был открыт пешеходный яхтенный мост, который соединил парк имени 300-летия Санкт-Петербурга и Крестовский остров. По мосту сегодня можно прямо добраться до стадиона, до Приморского парка Победы и до парка Дива остров. В год 25-летия Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 17 мая 2019 года в парке была заложена Аллея парламентаризма, подарок петербуржцам от Законодательного собрания. С 2012 года на западные оконечности парка возводится комплекс Лахта-Центр, главный объект которого – высокая башня высотой 462 метра. Башня является самым высоким небоскребом в Европе и самым северным небоскребом в мире. Лахта-Центр поражает своей величественностью. В настоящее время в комплексе ведутся последние уже подготовительные работы для подготовки к сдаче здания в эксплуатацию. Планируется, что это будет уже в конце 2020 года. Мы, конечно, очень ждем открытия Лахта-Центра для посетителей, потому что говорят, что на 86-м этаже на высоте 360 метров будет обустроена самая высокая вообще обзорная площадка в городе с телескопами и с какими-то интерактивными картами. В общем, очень ждем и надеемся поскорее посетить. В парке 300-летия часто проходят разнообразные крупные праздники, отмечаются важные даты из истории России, из истории Петербурга. Так, например, здесь всегда с размахом отмечается День Победы, День Защиты Детей, Масленица, какие-то спортивные фестивали, соревнования, такие как, например, марафоны, а также, кстати, музыкальные фестивали. Например, ВК-фест очень часто устраивает свой этот главный фестиваль музыкальный именно здесь, в парке 300-летия. К сожалению, территория парка постоянно сокращается. Уже после празднования юбилея города значительные части территории парка были у него изъяты и переданы под строительство объектов коммерческой недвижимости. Тогда из первоначальных 89 гектаров площадь парка была урезана до 54. В 2009 году была одобрена застройка западной части парка в интересах Академии боевых искусств и Центра водного туризма. К февралю 2018 на этом месте построили М1-арену. На месте планируемого Центра водного туризма появилось 5 корпусов апарт-отеля, а в 2018 году из парка изъяли еще 15 гектаров, в основном территорию пляжей. Но, несмотря на это, при каждой очередной новости о желании какого-нибудь застройщика забрать часть парка под что-либо, сознательные местные жители всегда консолидируются. Есть специальные группы, вроде «Защитим парк 300-летия». В общем, все высказываются в соцсетях, пишут письма в администрацию и выходят всегда на какие-то пикеты и митинги. Так что пока, к счастью, большая часть парка все же не застроена, и мы можем наслаждаться им. Ну а так вот мы с вами познакомились с парком имени 300-летия Санкт-Петербурга. У нас сегодня прекрасная ноябрьская погода, светит солнце, очень свежо. Людей в парке тоже много, несмотря на середину дня и вообще середину недели. Местные жители очень любят парк. Видно, что за ним ухаживают, мусора здесь нет. Летом тоже всегда очень много людей. Все газоны заняты, все отдыхают и наслаждаются жизнью. Сравнительно небольшой сегодня парк 300-летия трактуется как логическое продолжение исторических парков города, таких как Белагин остров, Каменный остров, Крестовский остров и уже на север туда с юнталовским заказником.